здравствуйте сегодня у нас подъем вот этого большого дома дом 7 на 9 дом бревенчатый тяжелый вот нам предстоит его заменить фундамент поставить его на свайно свайновитомой фундамент так будет меняться нижние венцы так как эти уже сгнили по всего периметра нижние венец поменяется сейчас идет монтаж винтовых свай когда свай сделается монтаж свай уже потом будет дом подниматься подниматься и будет стоять на 2 таврах как это уже вы видели и так всего свая у нас 15 15 свай 4 свая у нас пойдет с этого края потом по центру пойдет 4 свая и соответственно с того края 4 свая затем будет обвязка швелером этих свай и и уже на швелер будет ставится 2 таврах вот сейчас свая крутится с той стороны я покажу вам вот так вот здесь будет ряд свай то есть мы закрутим свая здесь и у нас пойдет пойдут они вот так вот так скотлиния в доме будет соответственно две сваи одна свая здесь в той стороны в доме для свая там будет разбираться полы то есть уже разобраны вот вот так в этом углу будет свая еще нам надо будет закрутить сваи под эту веранду вот такая веранда у нас и свая будет под эту веранду и веранда уже будет стоять на грузе то есть мы закрутим сваи сделаем оголовки и положим брус то есть здесь будет свая с оголовком там будет у нас швеллер и будет от оголовка до швеллера веранда хорошо встанет так здесь уже разобраны болоток тут будет еще сваи вот у нас плотный попадается в бутовый камень поэтому дом еще плюс тяжелый лучше накрутиться ямабуром тем более есть возможность вот таким маленьким камнературам он может подъехать в любое место и закатиться вот так вот рядом с домом сваи заходят глубоко то есть два метра и более вот эта свая зашла где-то на метр двадцать вот для этого дома самое то он так тяжелый демонтаж второго фундамента идет и 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 сегодняшний день мы начинаем закрутки трех свай в доме вчера уже поздно вечером я бы муж закончил крутить свай по периметру с наружной стороны дома вот видите они закручены так и сейчас крутится свай непосредственно в доме там у нас будет и сваи так вот свай под гранду вот и свай вот такую кашу нам надел я бы вот сейчас вот свай гарантирую в доме очень плотно заходит свай потом свая будет проходить у нас здесь вот уже выпил сделан для того чтобы проложить швеллер сделать обязку швеллером свая вот здесь и соответственно здесь еще одна и так а что мы делаем после закрутки всех свай когда закрутим сваи остальные в доме сейчас разделились кто-то крутит сваи кто-то готовит дом для того чтобы сделать обвязку швеллером то есть вот здесь выпил сделали то есть мы обрежем сваи по уровню вот и затем положим швеллер потом будем подготавливать точки под домкачивания чтобы уже непосредственно поднимать дом вот сейчас там надо будет убрать все что мешает для швеллера то есть там жевно пильнуть чтобы швеллер прошел ко всем сваям вот нам надо весь этот венец будет заменить сначала мы думаем сделать обвязку швеллером потом сделать здесь выпил для двутавров положить двутавр здесь там двутавр положить и потом уже непосредственно начать подъем поднимать дом будем и уже потом уже тогда будет двутавр стоять вот этот старый венец мы уберем и будем прокладывать новый это все я вам покажу так здравствуйте сегодня у нас пятний день подъема монтажа нашел что мы на данный момент сделали мы просунули три двутагра сделали обвязку швеллером обвязку свайки так лимитировали старый фундамент собаки тут нервничают лимитировали вот старый фундамент все еще пока валяется и выпал дома это потом все в одну в одну кучу попадаем демонтирован старый венец вот он какой гнилой дом уже уходил под землю и понятно что на земле он гнил так вот нижний венец вот здесь видно подняли вот сюда мы проложим брус дом сейчас стоит на домкратах спущен сюда мы проложим брус 100 на 150 вот тут кусочек стоит сейчас покажу эту пристройку мы не трогаем она как раз пытается сейчас чача у нас так вот что здесь мы имеем вот два двутавра вот тоже нижний венец мы сняли тоже он был сгнив вот там валяется а вот видно еще не демонтирован вот он нижний венец мы его сняли так как видите он сгнивший уже дом сейчас стоит на домкратах вот нужны вот такие пластины нам подкладки чтобы домкрат не не продавливал груз поэтому нужна вот такая площадочка вот сейчас засунем последний центральный двутавр и уже будем прокладывать венец тут будет венец из 200-го груза вот тут уже все стоит двутавр у нас 7,5 метра вот пока все так сейчас прокладываем брус под половые лаги вот вышло так что половые лаги у нас идут вот так вот в доме и стоят они на бетонных блоках бетонные блоки мы естественно сбиваем и потому что когда если они останутся эти бетонные блоки по весне будет землю пучить и то есть полы будут гулять вот для этого было принято решение положить под этими лагами брус то есть брус ложится на двутавры будет 6 брусков 100 на 150 вот каждые 70 сантиметров брус будет ходить тем самым будет держать половые лаги вот сейчас я покажу как это будет все выглядеть в доме затем когда заказчик будет переделать полы он будет так как сейчас там полы кривые старые вот и заказчик будет переделать полы и уже на эти лаги он будет стелить черновой пол и уже чистовой и все будет ровно полы будут ровными сейчас подушку будет выглядеть так вот наши лаги вот вот собственно поднимем и заводим брус сейчас лаги поднимаются так как и и и и и и и и и